Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться способом, как я готовлю сразу два чизкейка с выпечкой за один раз. Чизкейки по этому рецепту получаются нежные и стабильные, с чёткими кончиками носиков и гладкой текстурой. Творожный сыр рекомендую использовать Profi Cheese, так как он плотный и хорошо держит форму. Творожный сыр обязательно должен быть комнатной температуры, если он из холодильника, оставьте его на столе, примерно на 2 часа. Все самое масло на чизкейк будет без комочков, плюс нагрузка на блендер значительно снизится. Обезжиренное печенье предварительно размолол в крошку, всыпаю ванилин и всё перемешиваю лопаткой. Уливаю растопленное сливочное масло и всё перемешиваю до однородной песочной массы. Готовая песочная основа просто сжимается в кулаке в виде песочного комка и лихо перетирается крошку при разминании пальцами. Песочную основу равномера распределяю по двум формам для выпечки, каждый из которых в диаметре составляет по 20 сантиметров. В целом на каждую емкость должно выйти примерно по 300 грамм песочной основы. Погрешность веса может составлять плюс-минус 30 грамм, в зависимости от особенностей продуктов для данного рецепта. Равномерно распределяю песочную основу по дну каждой формы и утрамбовываю силиконовой лопаткой. Если у вас нет в наличии силиконовой лопатки, вы можете использовать дно стакана, либо просто утрамбовать песочную основу рукой. В форме с песочной основы убираю в морозильник. В творожный сыр комп на температуру всыпаю кукурузный крахмал, сахарную пудру и вливаю ликёр. Пробиваю творожную массу блендером до однородного состояния. Перед использованием блендера рекомендую промесить творожную массу крючками миксера, тогда блендер сильно не нагреется. У меня мощный блендер, поэтому я пробиваю творожную массу без предварительного промешивания крючками. Вливаю желтки с яйцами и продолжаю пробивать блендером до однородности. Обратите внимание, что я не перемешиваю творожную массу лопастями миксера, так как именно блендер делает текстуры чизкейка абсолютно однородной и стабильной. Вливаю сливки и перемешиваю творожную массу венчиком. Блендер уже не понадобится. Сливки должны быть не менее 33% жирности. Как только сливки вмешал, включаю духовку на 150 градусов. Напротив, вливаю горячую воду для паровой бани. Кстати, кому интересно, как я делаю очень простую паровую баню для чизкейков, пройдите по ссылке и вы увидите этот метод. Лист с водой убираю в разогретую духовку на самый нижний уровень. Достаю форму из песочной снова из морозильника, вливаю творожную массу, равномерно распределяя между формами. На каждую форму я влил по 880 грамм творожной массы. Если случайно перелили в одну форму больше, просто ложкой уберите излишек в форму с недостающим весом. Обратите внимание, какой простой вариант паровой бани без погружения формы с фольгой в воду. Нам достаточно, чтобы в духовке был только пар. Поверх листа с водой установлена решётка, на которую я перекладываю две формы. Сначала чизкейки выпекаю при температуре 150 градусов в 1 час, затем температуру убавляю до 120 градусов и выпекаю ещё 40 минут. Перед тем, как вытащить готовые чизкейки, потрясите слегка форму, если чизкейк трясётся равномерно, значит он пропёкся и если полтыхается жидкая серединка, дайте пропечься ещё 10 минут, тогда будет гарантия, что чизкейк будет стабильный. Эти чизкейки у меня уже после охлаждения. Разрезаю чизкейки обязательно мокрым ножом, каждый раз полоскивая водой при каждом новом разрезе. Такой способ нарезки гарантирует, что разрез будет чёткий и однородный, без налипшей десертной массы на нож и швы самого разреза. Обратите внимание, какие чёткие носики у чизкейков и какая стабильная форма получилась, благодаря правильной технологии приготовления, с использованием плотного творожного сыра и правильного времени выпекания, без дрожащих серединок, которые присутствуют во многих классических рецептах. Приятный жёлтый оттенок чизкейку, придают желтки, которые я использовал в этом рецепте. Оформлять чизкейки по своему вкусу, хотя классический чизкейк с выпечкой Нью-Йорк, не предполагает оформление, так как данная выпечка сама по себе является самодостаточной. Но мне всегда нравится украшать десерты, поэтому отказаться от оформления не в моих силах. Способ приготовления двух чизкейков за один раз, удобен тем, что экономит вашу электроэнергию и время. Второй чизкейк, который вы не собираетесь использовать, можно убрать в морозилку на длительное хранение, путём применения метода моментальной шоковой заморозки. После оттаивания, чизкейк останется стабильным и очень вкусным. Спасибо мои дорогие, за вашу подписку и лайки, тем самым вы помогаете в продвижении канала и мотивируете меня на новые видео.